друзья всех приветствую это дичь михаил шайтельман и я наташа влаченко снова на тропе тем более что такого знаете вкусного и там где можно руки потереть было очень много на этой неделе ну вот начну с того что миша здравствуйте приветствую вас начну вот с этого совершенно дикой там дикого видео как домашнего видео хом видео которое опубликовала вчера финское телевидение вы видели чипом и прочее в себе спортивные костюмы тогда я не знаю как вам но мне это вот прям точь-в-точь напомнили фильм место встречи изменить нельзя помните там где было вот это заседание малины и там был герой которого играл джигар ханяна не помню как звали но главное да а был промокашка и вот путин мне точно напомнил этого промокашку понимаете потому что собчак был к вот горбатым фактически в этой ситуации а этот промокашка и кто бы подумал бы что промокашка сделает такую карьеру все не так просто во первых обратите внимание на эту промокашку нынешнюю не того который из места встречи а здесь во первых этот промокашка одет дороже своего начальника дороже горбатого у него же спортивный костюм адидас настоящее тоже круто понимаете это начнем с этого второе он угрожает своему горбатому он же говорит что выгод анатолий там не помню как его отчество выговорит мясо-то так не налегайте потому что я все это сейчас мы это все снимаем я это отдам передачу 600 секунд он там сказал что придать 600 секунд то есть угрожает невзором нашим зрителям уже много молодых зрителей а что это было за такая передача которую бояли все тогда в санкт-петербурге это же было в состоянии серьезное между невзоровом тогда и собчаком да 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 невзоров но он появился еще в советское время на ленинградском телевидении после официальных новостей выходила программа 600 секунд которая билась ровно столько там стояли часы с обратным отсчетом что придавало напряжение и вся эта передача состояла в общем-то из разоблачения разоблачительных репортажей невзоров например на грузовике врывался на мясокомбинат просто сломав ворота и показывал как там из крыс делают колбасу и так далее и так далее ну и в какой-то момент он стал воевать уже с собчаком который был мэром санкт-петербурга вот и это была самая рейтинговая передача в городе ленинграде по крайней мере того том ленинграде который помню я тогда уже не жил при путине и собчаке но вот в советское время в это время исчезали люди с улиц ленинграде не было людей на улице даже 600 секунд вот все все смотрели и вот путин угрожает своему шефу что отдаст видео в 600 секунд за что в чем компромат в том что у собчака мясо понимаете сам факт наличия мяса петербурга голодал кстати петербург голодает а мэр ест мясо и это компромат то есть уровня блокадного ленинграда до компромат получился вот это конечно забавно но вообще насколько переплелась вся эта история да вот закольцовывается тем что сегодня невзоров который сегодня воюет с путиным и вот это видео кстати мной установлено что как минимум ему три и сколько 20 не 30 извините лет как минимум почему потому адрес 1 я не знал я знал что в 93 закончил закрылась 600 секунд соответственно получается 32 до 32 года тогда раз вы знаете да то я не знал просто вот 32 года назад это все вышло и спустя 32 года снова есть путин и снова есть невзоров собчака правда уже убили но есть путин есть невзоров снова теперь уже они противостоят как и тогда по сути да они противостояли друг другу интересно да битва пересвета с челубеем просто если уже 32 года она длится путин с невзоровым это красиво и вы знаете михаил я так подозреваю по прошествии многих лет что собчака своего шефа таки грохнул его так сказать подельник потому что все горит этого не может быть он спасал он давал ему самолет но почему бы нет почему бы они устроить такой цирк ведь это было же как раз когда избирали путина президентом и его команда как говорят решила что собчаку который знает о нем все и наоборот лучше бы ему и умереть так сказать якобы от передозировки виагры конечно это максимально логично то есть понятно что нет никаких доказательств у меня я не знаю кого они есть но это максимально логично если искать того кто именно убивал собчака то понятно что скорее всего это путин и понятные интересы они тоже настолько уж лежат на поверхности никто не знал о путине только сколько собчак то прям буквально ни один чек в мире и ирушчно его жена не знала столько с любого собчак никто не никто не знал вот путин к тому времени стала достаточно обеспеченным человеком все это было абсолютно преступными способами естественно и все знания были собчака когда говорят что он самолет ему дагава давал зачем чтобы тот сбежал чтобы что чтобы не разговаривал ни с кем логично же правильно конечно дать сбежать а там убить все правильно как со всеми он так и поступает сначала дает сбежать, потом убивает. Более того, чтобы продемонтировать свою преданность, создать себе алиби, понимаете, что он не мог впоследствии убить, потому что он его спасал, и так далее. Ну, чисто КГБ-шные штучки вот эти вот. Во-первых, алиби, а во-вторых, чтобы сейчас не говорил здесь, на территории России, чтобы не разговаривал. А что он там поехал в свой Париж, и там что-нибудь о нем скажет, это менее важно, чем он скажет что-то кому-то в Москве. Вот, поэтому, конечно, скорее всего, да. И вот прошло 30 лет, и кому-то пришло в голову сравнить речь Гитлера перед нападением на Польшу 1 сентября, вот мы сейчас покажем это видео, и Путина перед вторжением в Украину 4 февраля. Слушайте, я посмотрела, я сама была в шоке. А вообще, очень много общего, практически параллельно сказанные фразы. Мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО. Как вы думаете, это случайность, или это все-таки политтехнологи так ему там выписали, надеясь, что никто не найдет, не будет сравнивать с первоисточником? Это не случайность, все туда шло, и это было даже предсказуемо, до того, как он речь произнес. Я вам скажу, раскрою, уже не секрет. До войны, ну, до, имеется в виду, полномасштабной войны, вот у меня был один такой мини-проект, я пытался написать сценарий, там с коллегами придумали мы идею, фильмы «Великий диктатор 2». Вот просто именно так и назвать, «Великий диктатор 2», только про Путина. Ну, то есть, прям берем, Чарли Чаплин, Гитлер, вся вот эта история, и вторая часть. Я даже специально ради этого несколько раз пересмотрел, «Великого диктатора», чтобы, значит, там, подбирать, что мы можем. Почему эта идея мне пришла в голову? Как раз потому, что я увидел, что вот, у него та же сейчас риторика, все то же самое это было до начала военной вести. Но, правда, почему сегодня можно об этом рассказать, потому что реальность опередила искусство, так сказать, и какой же теперь «Великий диктатор 2», когда он давно уже превзошел своего учителя, и нечего тут снимать. Это тогда, до войны, звучало, типа, как некие намеки, а тут какие уже намеки, все и так ясно. И, в принципе, начиная с какого года, не могу сказать, ну, в общем, где-то со середины 2000-х годов Путин постепенно превращался, может, с конца, превращался в этого Гитлера, в своей риторике, и этой риторики становилось все больше гитлеровской. И поэтому это было, да, я думаю, что они прям по этим книгам и по этим книгам прямо и работают. Володин принес, я думаю, эти книги, так по ним и идут. Ну да, технологии оказались рабочими на этот момент. Ну, я хочу вернуться было очень на этой неделе много событий международных, различных там вот. И начну с того, что Небензя, его просто шикарно осадил председательствующий президент Алмании на заседание Сурбеза. Он сказал, что, он сказал, почему, на каком основании вы даете Зеленскому слово первым, да, перед там многими руководителями стран. И президент Алмании ему ответил очень просто. Я могу вам дать слово первым, надо просто остановить войну. И все. Это было, по-моему, роскошно. There is a solution for this, if you agree. You stop the war, and president Zelensky will not take the floor. Знаете, мне кажется, это была бы роскошная идея. Жалко, что Зеленский так не может поступить. Может, кому-то другому придет этот блестящий мусор в голову. Пока вы говорили про албанского лидера, я все еще думал над вашей последней репликой по поводу прошлого вопроса, когда вы в ответ сказали, технологии работают до сих пор, как и работали, про гитлеровские технологии. Знаете, что важно, по-моему, мне кажется, что это не технологии. То есть, да, такие технологии существуют, это правда. Но ведь у Гитлера в голове это были не технологии. Гитлер же не пытался придумать технологию, как облапошить свой народ. Гитлер же верил. Это дальше уже какие-то люди, типа Геббельс, который объяснял, сколько кого убили и так далее. Но Гитлер говорил искренне. Я думаю, что у Путина тоже это не технологии. Это искренне. Он действительно все вот это, вот что он говорит, он это имеет в виду, он так и считает. Вот мне так кажется. Поэтому надо слушать, что говорит он только с одной целью. Он что говорит, то и есть. Он говорит, что надо стереть с лица земли украинские города. Он их стирает с лица земли. Он ничего не играет ни с кем. Вот. К сожалению, пока ответы мы даем вот такие албанские, хотя и хорошие, и приятные для нас, но не военные, а скорее символические. Поэтому символический капитал России растерян. Мы это видим. Вот где теперь этот, как его, Лавров. И что после этого говорил Лавров, становится же неважным. Это, кстати, очень важно, что это неважно. Что никто уже не пытается анализировать содержание речи Лаврова, где он же готовился. У них там целая теория, что, дескать... Да, он такое странное заявление сделал, что мы, Россия уважает территориальную целостность Украины в пределах 91-го года. Я глаза вытращила. Что, и Крым готовы вернуть? Но вот вы же нам обещали в альянс не вступать, а вы хотите вступить. Ну вот это такое нычье, но то, что в границе 91-го года я просто вытращила глаза. Что-то с ним было, пьян? Нет, это продолжение нынешней их политики и нынешних их месседжей, которые они делают много раз. Об этом начал говорить когда-то Лавров еще где-то в другом месте, что... Нет, сначала Путин, по-моему, сказал. Начал Путин. Вот, старт дал Путин в одном из своих выступлений, который сказал следующее, что мы признали Украину на определенных условиях и что... А, Украина получила независимость при условии, что она будет нейтральной. Это была такая фраза. Непонятно, чьем условии, что значит при условии. Независимость подразумевает, что у тебя нет условий. Ты как хочешь, так и делаешь со своей стороны. Потому что народ имеет в ней власти. Что хочет, то и делает на каждом конкретном отрезке времени. Но это был тезис Путина. И дальше МИД стал его разжевывать, как бы распаковывать этот тезис. Они сказали, вот, в декларации у вас написано, что вы нейтральная страна. И мы признали страну в этих границах с этой декларацией. А если вы как бы меняете декларацию, то и границы меняются. Вот такой рассказ. Ну, понятно, что он не работает в рамках международного права, что, естественно, каждое государство может завтра поменять все, что угодно в своей декларации или там, или в Конституции. Кто уж что только не меняет, у каждого есть свое право это делать. Но вот это их последовательная политика. Это не он сошел с ума. Это, наоборот, как раз очень развитая, такая распространенная система. Сегодня мне прислали, вот вам дичь, мне прислали из Израиля скриншот рекламы из Фейсбука. То есть, Фейсбук, реклама на Израиль таргетированная, потому что она на иврите, поэтому не перепутаешь. Она не может быть на другую страну. И написано платная реклама. Платная реклама. Значит, в этой рекламе вот эта вся история Лавровская, что Украина, дескать, на самом деле по своей декларации была нейтральной страной. И что Россия готова же признавать Украину, но просто вот там она нейтральная из-за этого, потому что она в НАТО решила вступить. Из-за этого все беды и все войны. То есть, им важно, чтобы в Израиле, это же Фейсбук, то есть, это обычным людям вот просто показывается всем. То есть, им важно, чтобы в Израиле такое общественное мнение было, что Украина тут сама, понимаешь, поменяла свою декларацию о независимости. Вот настолько они сейчас, я к чему, что этот месседж, он у них настолько сейчас важный, настолько он в центре их пропаганды. Это не случайность, не одноразовое что-то. Они решили вложиться в этот месседж вот даже рекламой в Израиле. Знаете, если сравнивать, вот идет война, если сравнивать, например, прошлую, позапрошлую ночь Россия бомбила Одессу и уничтожала одесские сады, гостиницы и многие другие гражданские инфраструктуры. Мы же сжахнули очень правильно по, как вы знаете, по штабу морскому Российской Федерации. И адмирал Виктор Соколов, который год служил командующим русским флотом, но приказал долго жить. Вместе с ним, как говорят, 34 офицера. Я считаю, это не меньше удачи, чем, например, там отправить на дно крейсер Москва. Но потому что война, это логистика, и это старшие офицеры, и это опытные офицеры. Это, ну, как бы, такое унижение российского флота очень серьезное, по-моему. Да, это очень хорошая история. Конечно, 34 офицера это очень хорошо. И то, что сделали россияне сейчас, вот этот удар именно по гостинице, и именно по морскому порту в Одессе, это же были целенаправленные удары, именно по этим двум объектам. Это делалось, чтобы показать, что они не совсем лохи, что, смотрите, у нас уничтожили такое важное символическое здание, важное, да, такой объект, знаковый объект. И они сделали то же самое, типа, мы у вас тоже уничтожим знаковый объект. Это им нужно было показать самим россиянам, что, смотрите, мы тоже вот умеем. Поэтому они выбрали такое, как мне кажется, достаточно беззащитное сооружение, потому что вряд ли там, вот я не думаю, что в морском, в терминале морского порта Одесского что-нибудь сейчас будет. Потому что, билеты продавались на прогулочные катеражки? Я что-то думаю, что во время войны это все пустовало, скорее всего. Ну, там, кстати, по-моему, никто и не погиб, именно там погибли два человека на зернохрадилище, которые тоже поразили россияне. Вот, а там никто и не погиб, потому что там просто видно, пусто, не пострадал. Маргарита Симоньян, тетя Марго, по этому поводу говорит, что удар были нанесены коллективным Западом, ну, понятно. И дальше, пока мы не будем вынуждены передавить им всем, им всем ультиматум о том, что мы отныне будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть с военными противниками. На что имеют в виду? Что она, как ультиматум она может применить, например, я не знаю, там, Вашингтону или, я не знаю, Берлину или еще кому-нибудь. Что она имеет в виду? Это женщина. Главный ультиматум закончился, срок главного ультиматума Наташи только сегодня второй раз. Знаете, бывает, человек выставляет ультиматум, у него заканчивается срок, тогда ультиматум идет второй срок, и второй срок тоже исчезает. И это все сегодня. Рассказываем. Дмитрий Антонович Медведев, зампредставитель Совета безопасности России, рассказал, что если Украину ударят по Крыму, то наступит судный день. Судный день наступил год назад, в Израиле, ну, у евреев праздник. И ничего, ну, ничего не произошло. Сегодня тоже судный день просто у евреев, вот мы с вами разговариваем, а сейчас судный день идет, и тоже ничего не происходит. И это, как бы, шутки шутками, а теперь серьезно. вот многие люди на Западе, начиная с Илона Маска и заканчивая героями Белого дома, опасаются, что если бить по территории России, то она применит ядерное оружие. Ну, и где ядерное оружие? Чего теперь опасаться? То есть, по Крыму мы бьем, все они считают Крым Россией, ядерное оружие не применено. Ну, мы уже, понимаете, это уже не списать на что, что мы там ударили куда-то, не туда, не попали, не по-настоящему, само взорвалось. Вот, ракета, вот вам штаб Челноморского флота. Что у вас более святое в этом Крыму было? И мы туда ударили. Где ядерное оружие? Нет ядерного оружия. А значит, закончились все эти ультиматумы. И что там, Маргарита Симоняна, может еще предложить? Медведев-3, ну, это как Минск-3, да, примерно. Закончились ультиматумы, осталась и Перета. Она пишет о том, что после ракетной атаки на штаб флота в Севастополе в поддержку любимого города люди массово исполняют гимн. Севастопольцы не испугались летящих ракет. В едином порыве они поют гимн и публикуют кадры в сети с благодарностью нашим военнослужащим. С благодарностью по какому поводу? Ну что, и каким военнослужащим? К этим 34, что ли? С убитым адмиралом? Я не понимаю. Ну, к этим 34 или 65, которые погибли на большом десантном корабле Минск. Поскольку то, что 10 дней назад мы ударили по судоремонтному судоремонтному заводу Севастопольскому, как выяснилось, как сообщает наше командование, в этот момент большой десантный корабль Минск должен был в этот день выйти в море. Поэтому на нем была вся команда. И сгорела там вся команда 60 с лишним человек. Поэтому видите, сколько их они могут благодарить. И это они еще не успели отблагодарить моряков крейсера Москва, на котором, как вы помните, что, согласно официальным данным, произошло? Один матрос пропал без вести. Один. Для тех, кто видел крейсер Москва, несложно догадаться, что вот да. И, видимо, они вот им всем и благодарны. Мертвые матросы не спят, как поэт Гребенщиков. Это, видимо, про вот этот Черноморский флот Российской Федерации. Видимо, да. То, что произошло с Арменией и Азербайджаном, все знают. Тут что удивительно. Удивительно, опять же, реакция российских пропагандистов. Мало того, что никто не стесняется, что Россия фактически кинула своих подельников. Потому что Армения, скажем прямо, была серой зоной для торговли, там, я не знаю, всем, чем может. Все, что было санкционировано, покупала для России и Армения и ей, так сказать, отдавала. И в этом смысле они вели себя, ну, чисто, как вассалы России. А тут Россия сказала, что, ну, извините, не в этот раз, ребята, да, забирают на горный Карабах, ничего не поделаешь. Ну, то есть, Путин явно, во-первых, продемонстрировал, что больше у него влияния на Кавказе нет. Но самое главное, что в момент ресурса воевать на несколько фронтов, да, и Солобьев не постеснялся позвать армян Карабаха идти воевать против Украины на стороне России. Ну, то есть, дескать, мы вас разочек кинули, давайте мы вас еще разочек кинем. как говорится, один раз, ничего страшного, да. Кто остался из армии Карабаха вступить в ряды первого либо второго корпуса, ДНР, ЛНР? Действительно, очень странно, почему действительно, я вот обратил внимание действительно на этот призыв Соловьева, почему именно на стороне России а не на стороне Украины тогда. Нелогично. А вот по поводу того, что кинули они, значит, Армению и так далее, тут не так все плохо в Армении, потому что на смену Путина идет Максим Кац, известный оппозиционный политик российский. Он выступил с заявлением по этому всему поводу. Он каждый день записывает интересные видео, я сейчас искренне говорю интересные, не смеюсь, но последнее видео, которое было посвящено как раз Карабахскому вопросу, меня прямо шокировало, честно говорю, шокировало. Значит, говорит там Максим Кац следующий, ну, упрекает путинскую власть во всей этой ситуации, говорит, если бы в России была сейчас нормальной страной, в ней была бы нормальная власть, демократия, свобода и так далее, то Россия бы в этой ситуации как себя должна была повести. Надо было сказать, что это наша зона ответственности. Наша зона ответственности. Поэтому вы там вот эти проблемы свои как-то решаете только мирным путем. Можете разговаривать, передоговаривать, и сами решаете, что у вас там с Карабахом. Но тот, кто если кто-то начнет военным путем решать, будет иметь дело с российской армией. Это еще не все, это еще не последний тезис. Следующий тезис. Так как в Карабахе живут, люди, которые живут в Карабахе, они граждане Армении, а Армения наш союзник, то мы за них бы заступились. В этот момент, я такой, а, то есть вот так оказывается. То есть оказывается, там граждане вашего союзника, и вы готовы прислать армию и воевать с Азербайджаном, на чьей территории все это происходит. А что меня интересует, что за неделю до этого тот же Максим Кац обращался к Еврокомиссии с просьбой разрешить россиянам ездить в Европу на своих автомобилях. Он с такой стороны. А потом, значит, россияне окажутся в Европе, Максим Кац скажет, это граждане России, мы сейчас будем воевать с Латвией, Литвой, Эстонией. Ну так получается. Еще с кем? Вот. Поэтому у Путина растет достойная смена, я считаю, все у армян будет хорошо. Надо продолжать опираться на Россию, только обращаться не к Путину, который их кинул, а к Максиму Кацу. Просто жалуйтесь Кацу. Если у вас отбирается Карабах, жалуйтесь Кацу. Мне кажется, вот так. Да. Дайте жалобную, вернее, возьмите жалобную к нему. Жалобную Кацу. Да. Слушайте, пока мы тут занимались Кацем, Путиным и всем, что угодно, Рагузин сделал блестящую карьеру, а мы когда-то чуть не просмотрели этого. Знаете, кем он стал? Ну, конечно, сенатор от Запорожской области, а как тут не думать? Потому что... Ну, знаете, конечно... Сейчас он возглавлял ВПК, там, Роскомнадзор, или что-то, не Роскомнадзор, а, ну, по оружию, это, господи, как этот комплекс у них назывался. Он же много лет возглавлял. Ну, да. Но, видите ли, ему нужно было сейчас, как говорят вот про кресло сенатора в России, говорят, что это такая, знаете, синекура, теплое местечко, мягкое кресло, а ему очень нужно мягкое кресло, после того, что произошло в Донецке. Конечно. Роскомнадзор как-то сидеть не может. Вот. И еще я подумал, ну, вот Рогозин, он же знаменит одной своей фразы. Он много чего делал, но сказал он однажды легендарную вещь. Он сказал на космодроме Восточный, встречаясь с Путиным, что главная задача Российской Федерации это колонизация Луны. И теперь мы знаем, что колонизацию Луны надо начинать с колонизации Запорожской области. Потому что мы вот раз... Он начал... Начнем с малых, теория малых дел. Вот колонизируем Запорож... Понимаете, что не скоро это будет. Вот понимаете, они уже два года пытаются колонизировать Запорожскую область, но никак не получается. Вы же знаете, что она только частично оккупирована. Я думаю, что дело до Луны может дойти не при жизни, так сказать, Рогозина. И даже, может быть, не при жизни его правнуков. Да, легко не будет. А кто обещал, что все будет легко? Может быть, его обманули и сказали, что это Луна. Ну, что он уже колонизирует Луну. Или он думает, что Луна начинается в Запорожской области. Зачем бы он еще на это все согласился? Но главное, что его вотчина будет уменьшаться. Вы знаете, тут вспомнилась эта история, никто-то сегодня вспоминал, что как с Харьковской области. У них, когда россияне оккупировали часть Харьковской области, у них там была столица. Они же Харьков не захватили. У них была столица в Изюме Харьковской области. А потом, когда из Изюма мы их вышибли, они сместили столицу куда-то еще. Но мы оттуда их тоже вышибли. И тогда они перенесли столицу Харьковской области в Белгород. Такое тоже было. А потом в сентябре, это же мы их выбивали в августе, а потом в октябре, или в сентябре, или в октябре, они приняли в состав Российской Федерации вот эти регионы, как они назвали. И Харьковскую не приняли. Так столица самоликвидировалась. Ну вот так, я думаю, будет и с Запорожской областью. Очень популярный, очень популярный Харлам там его небольшой такой скетч о том, что доллар уже стоит по 100 рублей. У вас же есть какой-то план, говорит, и не пускают нас в 120 стран. Хочется спросить у наших, так сказать, а есть ли у вас какой-то план, и весь зал ржет, и это ТНТ, да, потихоньку начинают на вот этих там периферийных каналах, на которых юмор все-таки спрашивать, не критиковать, боже упаси, они боятся критиковать, но они показывают, что им страшно. Все-таки Харламову хочется ездить в Италию, Францию и так далее. Пацаны, а план-то у нас есть какой-то? Как будет дальше? На русских номерах уже в страны Балтия не пускают. А доллар стоит уже где-то 100 рублей. По 100 рублей. Ну вот этот Харламов, он, конечно, как говорится, не наш человек, в том смысле, что он там не за Украину, но он, по крайней мере, с начала войны подлости вроде бы не делал, никуда на гастроли не ездил и даже делал антивоенные заявления. Но он их делал юмористически. То есть в завуалированной форме в каком смысле? Ну как юморист. Он, естественно, делал юмористически, а не серьезные заявления, но он их делал прямо с самого начала войны. Поэтому это скорее продолжение его личной, я думаю, позиции, а не канала ТНТ и не остальных там юмористов. Ну так как он один из там лидеров этой группы, то он мог себе такое позволить, скорее всего. И я что-то думаю, что может быть, что его сейчас ждут репрессии в связи с этим. Ну раз он такое заявил. То есть может быть он так это и не отделается простыми хихоньками, хахоньками. Поэтому я бы пока не стал бы, как сказать, выносить каких-то приговоров, а присмотрелся, а вдруг действительно этот человек вот решил так открыто выступить против войны. Потому что он еще раз говорю, это уже было, он в ютюбе делал небольшие несколько роликов от имени такого некоего дедушки, и это были антивоенные ролики в начале войны. Поэтому давайте не будем его заранее прям как-то клеймить, а посмотрим, как будут развиваться события. То есть будет ли у него наезд, даст ли он заднюю, как говорит Симонян, или же только подтвердит свою позицию. Это, по-моему, важно. И надо дать человеку шанс. Хотелось спросить ваше мнение относительно двух нюансов поездки в Америку президента Зеленского. Республиканцы устроили демарш. Вот ваше мнение по этому поводу. Ну, они не дали Зеленскому выступить. И второй, один из сенаторов республиканцев сказал, что я даже, собственно говоря, могу процитировать, и, ну, это такая обидная цитата, мы уничтожаем армию Российской Федерации, не теряя ни одного солдата Соединенных Штатов. Ну, такая, знаете, ну, не очень приятная цитата. Значит, сенат не в ответе. В том смысле, что, ну, кто-то из них может что-то заявить. Это сидят сотни людей, сенаторы, конгрессмены. И понятно, что один скажет что-то более корректное, другой что-то менее корректное, один более правдивый, другой менее правдивый. В этом есть доля правды, ну, а что, не так, что ли? Уничтожают они армию Российской Федерации, уничтожают, помогают, помогают, уничтожают, нам помогают. Ну, вот такой мы оказались в позиции. У нас есть другие варианты, у нас нет других вариантов, как еще это делать, если говорить об этой цитате. А вот насчет Демарша, тут я буду осторожен, потому что я не понимаю, честно. Я прочитал разные там слова, высказывания этих людей, которые объясняли, почему и что, и они ссылались на какие-то технические сложности, что там не могут созвать, поэтому, ну, нам это не принесло, как мне кажется, давайте честно скажу. Мне кажется, невелика потеря, если они нам засчитают это за то, что они нас обидели. Ну, вот они засчитают, что они таким образом нас обидели и устроили Демарша. И слава богу, пусть они считают, что они нас обидели. Потому что Зеленский уже выступал на совместном заседании Конгресса и Сената? Выступал. Второй раз был бы круче? Ну, нет, а с чего вдруг? Второй раз уже второй раз. Первый раз уже был. Поэтому нам это было прям жизненно необходимы. Не было. Если они засчитают, что они нас наказали за что-нибудь, все. Мы наказание, мы поплакали, сказали, да, простите, пожалуйста, я никому виноваты и получим за это атакамсы. Поэтому пусть будет так, если они решили каким-то образом это сделать. Ну и закончу сегодня сам, как всегда, культура. Писатель Дмитрий Глуховский прочел с моей точки зрения интереснейшую лекцию для студентов свободного университета. И в частности он там сказал, с точки зрения истории новейшей России творится зло какое-то совсем уже беспрецедентное. Страна делает шаг в направлении пропасти. Не говоря уже о том зле, которое, повторюсь, совершенно необоснованно, абсолютно не спровоцированно, она причиняет украинскому народу. Эмоциональная подоплека, которая за всем этим стоит, это подоплека имперская. Он говорит, то есть, что с Россией происходит, знаете, мы там часто сравниваем с нацистской Германии, еще там с кем-то, что нет, это невозможно сравнить, потому что Пастухов заметил, кстати, очень одну правильную вещь. Нацистская Германия формировалась в течение нескольких десятилетий, да, Гитлером. А то, что происходит с Россией, это корнями уходит, там, я не знаю, в столетии. И просто, я не представляю себе, как они будут менять свою страну, вот они говорят, реформируют, они там что-то сделают, потом после поражения, еще что-то. Я не представляю себе, как это можно реформировать. Зло, которое очень долго и очень мощно прорастало корнями вглубь своей истории. Понимаете? Бог, я, конечно, плохой историк. Во-первых, могу сказать про Глуховского, что, конечно, он, пожалуй, как бы вам сказать так, самый, не просто самый системный, но и самый жесткий критик путинского режима. Хотя кажется, что он не говорит каких-то резких слов, как некоторые. Есть же люди, которые там резко выражаются, матом выражаются и так далее. А он это делает как писатель. То есть он, я думаю, что вот российское руководство больнее от Глуховского, чем от многих, кто поливает просто там грязью российскую в действительности. Именно поэтому Глуховский уже, по-моему, осужден, но как минимум за него заведено уголовное дело, может быть, даже уже осужден. То есть Лик учил уже, да. Чуть ли не первым, буквально, из такого рода людей, потому что им это ужасно, больно по-настоящему. То есть очень радостно, что он сделал такой выбор и действительно, кстати, опять человек, который имел возможность выбирать все, что угодно. Прямо в день начала войны. То есть, вот понимаете, большинство людей либерального склада уже к тому времени имели какие-то позиции и уже выбирать особо ничего не должны были. Большинство. А вот Глуховский мог сделать выбор любой. Он же снимал по его сценариям фильмы на Первом канале и так далее. То есть он мог остаться с Россией, а мог встать на противоположную сторону. И он встал на противоположную сторону. Как он сам говорил, у него этот выбор занял пять минут. Он думал. И написал свой пост. Вот. Поэтому это очень хорошо, что такой человек на стороне сил добра оказался. А насчет на столетие, на двухсотлетие, у меня такие, знаете, примитивные достаточно исторические познания. Мне кажется, просто говоря, по-простому говоря так. Германия ведь что шокировала в свое время в немецком фашизме? То, что в центре европейской культуры, в центре европейской культуры, в котором была Германия, со всеми ее там философами, музыкантами, поэтами и так далее. То есть это было, действительно, центр основы Европы. И вот там вспыхнул фашизм. Но Россия не основа Европы. Поэтому, вот когда вы говорите про столетие, так нет, там никогда по-другому не было. Это не основа Европы. Это некая задворки, там непонятно до границы, при границе с Азией, даже Азия. Это не принижение России. Это не означает, что там никогда не будет как Германия. Никогда не будет. Все люди одинаковые на самом деле по природе своей. И все это когда-нибудь поменяется. Просто Россия не настолько шокировала своим фашизмом, как шокировала Германия. Одно дело, когда в колыбели культуры возникает фашизм, а другое дело, когда где-то непонятно где возникает фашизм. Ну, когда Саддам Хусейн тоже фашист в своем Ираке появился, никто же не сказал, как может быть, неужели тот самый великий народ Ирака родил Саддама Хусейн. Ну, сказали, ну, в Ираке, ну, Саддам Хусейн. Правильно? Ну, Ну, и совсем уже на пассажок очередное интервью дал Ахлобыстин, где сказал, что он гордится тем, что он, он же основатель, так сказать, мема Гойда, вот, который он выхватил и вырезал из романа Сорокина. Он сказал, я, когда выступал перед огромной площадью, я использовал свой актерский дар для того, чтобы донести до каждого человека в России основную идею этой войны. Каково, Михаил? Так он и донес. Его главный актерский дар, главный актерский дар, это очень умело играть юродивых. Во всех, во всех своих ролях у него есть либо чистая юродивость, где он играет, там, по-моему, в фильме «Царь» он играет юродивую, да, Шутапову, и в других фильмах он тоже юродивый всегда, славяется юродивой там, да, или, скажем, вот, «Даунхаус», да, где, да, более юродивый. Вот, и он, соответственно, сыграл, то есть суть войны в том, что это юродивые, понимаете, что это идиотизм такой, вот клинический идиотизм, идеи клинического идиотизма воюют против цивилизации. Он, поэтому ему абсолютно удалось, абсолютно. спасибо большое, Михаил, огромное спасибо. Сегодня было так, прям, я вот прям чувствовала вашу энергию. Огромное спасибо. Охота, мне кажется, удалась. До следующей недели. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин